Предполагаемого убийцу 14-летней Сочинки задержали в Ростове-на-Дону, как сообщили в Следственном комитете на транспорте, это 33-летний житель Улан-Удэ. Ранее судим? Да. За что? 162-2. Освободился в 2015 сентябре. Жестокое преступление было совершено в сочинском районе Магри в середине июля. Возле железнодорожной станции обнаружили тело школьницы, которую изнасиловали и убили. Сейчас правоохранители допрашивают задержанного. Расследование уголовного дела продолжается. Месть за то, что уволили не по справедливости. В Сочи задержали 25-летнего приезжего, который ограбил продуктовый магазин. Как это происходило, запечатлели камеры видеонаблюдения. Сначала он забрал деньги из кассы, а когда продавец оказал сопротивление, вытащил нож. В ход налетчик его не пустил, а поспешил скрыться, его все равно поймали, так как кассир узнал о нем бывшего коллегу. Оказалось, что парня совсем недавно выгнали с работы из этого же магазина. Да, в данной организации проработал больше 7 лет и был уволен без причины. С тем, что я бы не был согласен. Я решил отомстить своему хозяину, взял нож и взял и забрал кассу. Месть он оценил в 100 тысяч рублей. Именно такой оказалась сумма его добычи, которую он потратить так и не успел. За преступление злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы. Пощекотали себе нервы и едва не погибли. Четверо молодых людей на роликах решили прокатиться весьма опасным способом, зацепившись за борт самосвала на дороге в Сочи. Объезжая маршрутку, шофер грузовика резко свернул влево и трое роллеров оказались на проезжей части. Момент падения запечатлела камера видеонаблюдения. Молодые люди чудом не попали под колеса попутных авто и, похоже, даже не пострадали. Своё катание они продолжили уже по тротуару. А вот где и как спрыгнул с самосвала четвертый роллер, неизвестно. Утренняя поездка двух автомобилистов по улице Красных партизан закончилась серьезной аварией. За несколько секунд до столкновения один из них только прибавил газы перед красным сигналом светофора. И этим выбором скоростного режима словно добровольно расстался со своим авто. Водителю крупно повезло, что в этом столкновении люди уцелели. Еще один, пожелавший проскочить перекресток, разбил свою и чужую машину на улице Дзержинского. Он даже не замедлял ход перед желтым светом. Ну а на красный еще больше разогнался. Поперечному водителю лихача было не видно из-за соседних машин. Хозяин серого внедорожника внезапно остановился и получил удар, отъехавшись за ним отечественной легковушки. Нажать на педаль тормоза владельцу иномарки просто пришлось, чтобы избежать удара от внезапно выехавшего из-за поворота кроссовера. Его водитель, кстати, не посчитал нужным замедлить ход и спокойно поехал своей дорогой. Поворачивать налево на многополосной улице нужно предельно осторожно. Например, в этой ситуации два потока машин пропустили серый хэтчбэк, а вот водитель из третьего ряда случайно ударил. Миновать улицу Суворова на мигающий зеленый у хозяйки внедорожника не получилось. Ведь пока ей и пешеходам горел этот свет, сбоку вылетел автомобилист на ладе. Как так вышло? Разбирались уже вместе с полицейскими. Неудачным вышел штурм перекрестка для водителя белой иномарки. Сигнал светофора, на который проехал другой водитель, в зону видимости камер не попал. Еще больше аварий с дорог Краснодара вы сможете увидеть, подписавшись на наш YouTube канал.